Здесь фотографии газетной вырезки 40-х. Документы эти экспонаты приоткрывают героическую страницу боевой летописи истории Сталинградского управления НКВД в годы войны. Представлены на выставке личные вещи. Награды начальника управления НКВД по Сталинградской области с 1939 по 1944 годы Александра Воронина. Их передала музею внучка Татьяна Пашкова. Особое место среди экспонатов занимает оружие. Одна из них персидская сабля. Предположительно, когда Сталин возвращался после тегеранской конкуренции 1943 года в Россию через Сталинград, город был разминирован. И в честь этого события Сталин была подарена вот эта вот сабля. Там есть персидская надпись. Штык-нож. Это дедушкины личные боевые уже. В течение года Управление Федеральной службы безопасности России по Волгоградской области передавало в музей-заповедник Сталинградская битва экспонаты. Многие рассекреченные документы, говорят специалисты, очень ценные. Они помогают выяснять истинные причины тех или иных событий в ходе Сталинградской битвы. В течение года переданы были образцы оружия, медальоны нагрудные, персни, специальные персни офицеров вермахта. То, чего, в общем-то, практически ни у кого нету. Им похвастаться могут, может быть, единицы музеев в мире вообще. Ну и совершенно нельзя переоценить документы, которые передало ФСБ. На открытие выставки пришли ветераны Великой Отечественной войны. Николай Васильевич Орлов один из них. Мальчишка, он убегал на фронт, передавал ценные сведения о дислокации фашистов, во всем стараясь помогать советским солдатам. Однажды его заметил начальник управления НКВД по Сталинградской области Александр Воронин. Вот привели, вот устал смотреть на меня. Ну, он такой душевный был человек, аж подошел, обнял. И первое, что сказал, я не забуду. Коленька, назвал Коленька, прости, что мы, вас, детей, заставляем идти в опасность и возможности лишиться жизни. Как бы прощение попросил, как бы извинение. Ой, заплачу. И вот я его никогда не забуду. В первые дни Сталинградской битвы основную тяжесть удара приняла на себя 10-я дивизия НКВД, которую в то время возглавлял Воронин. Чекисты, видя активную борьбу с сабвером, знали местонахождение многих немецких разведшкол. Контрразведкой было задержано и обезврежено свыше 200 вражеских агентов, диверсантов и сигнальщиков. Срывали не только тактические, но и стратегические замыслы противника. И каждый экспонат выставки хранит память об этих подвигах. Сегодняшнее мероприятие – это не рядовое событие, это мероприятие, связанное с подготовкой к 70-летию победы Сталинградской битвы. И недаром он начинается с открытия выставки, посвященной вкладам чекистов, становлению этой победы. Ирина Абрамова, Марина Патрина, Дмитрий Сводин, Первый Волгоградский канал.